А когда будет экранизация? То есть кто может сыграть главного героя? Ну, шестой раз уже наш разговор угадал очень точно направление моей мысли, потому что я когда роман уже дописывал, и уже, конечно, знал, что он будет экранизироваться, и с Сашей вы находились в переписке, и он уже читал уже... Прошу прощения, я перебью, вы в переписке находились с Велединским во время работы... Работа над романом, да. Над романом. Я ему прислал какие-то главы уже там с самого начала, и мы тут же стали обсуждать уже, кто кого будет играть. И у меня прям, я выписал, у меня там 40 персонажей ключевых, и еще там человек 60, которые появляются время от времени, и у нас напротив каждого стоит, ну, как минимум, одна фамилия, иногда две фамилии, и только Артем, самый главный, остался пока без фамилии, потому что, ну, молодой человек, герой, на котором тащится, собственно, все сюжетное разнообразие, и туда, конечно, Безрукова не позовешь, там, или Хабенского, потому что это сразу будет, как бы уголовник, там, ну, не знаю, там, и Машкова, ну, во-первых, взрослый, во-вторых, слишком узнавая. Нужен человек такой, которого не было еще ни разу, там, да, который, ну, там, вот молодой Цыганов, там, условно, мог бы сыграть, но Цыганов уже сейчас везде все это... Он уже в Детях Арбата был, уже тоже-то же нельзя. Поэтому будем искать, наверное, по театрам, там, вот сейчас клички, да, молодые ребята харизматичные, которые могут быть и слабыми, и сильными, и мужественными, и без... вообще какими угодно, потому что он человек не то, что без свойств, со всеми свойствами одновременно. Артем, он, как бы, с блатными, один с чекистами, другой с чекистской, третий, и при этом он сам собой остается. Просто он вписывается в любую ситуацию как-то вот, или не всегда вписывается, но может ее перейти до какого-то момента. Вот, и мы будем, наверное, искать. Артема будем искать долго и мучительно, потому что для кого-то это должно стать звездным часом, да. Вот меня, что завораживает в образе Артема, это то, что он такой вот, я бы не употребил прилагательное смелое, а вот он дерзкий. И вот эта вот дерзость, вот я помню, что я когда в тюрьме оказался, я вот дерзил от непонимания контекста, от непонимания, чем это может закончиться. Артем у автора, он тоже немножечко, ну, не догоняет, чем его те или иные движения могут закончиться. Или это вот такая какая-то у него там, я не знаю, казацкая такая натура, и вот его, то, что называется изящным словосочетанием, прет на бычку. Прет на бычку, да. Но иногда его прет на бычку, и там есть несколько ситуаций, когда вот это вот ощущение, которое все знают по песне Высоцкого, гибельный восторг, но это Бабель на самом деле это словосочетание придумал. Да, ой, я не знал. Это гибельный восторг, и он, конечно, Артем чувствует, что он живой человек из плоти и крови, его могут зарезать, но иногда включается этот гибельный восторг. Вот этот конь привередливый, когда, да, вот когда вот. Да, 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 да. Какого, там, я думаю, что это тоже одна из архетипических черт русского человека. Не всякого русского человека, но, тем не менее, это характерно в целом для мужского персонажа в определенных обстоятельствах. Вдруг раз, и он вот эта вот бычка, да, как ты это назвал, да, включается... Загадочная русская душа. Хотя, вроде бы, вот сейчас бы не стоило бы, да, и потом там все время говорят, зачем я все это... Ну, что со мной произошло? Ну, вот бывает, да. Вот это очень привлекает, я не знаю, привлекает ли это любого читателя, или там читателя только мужеского пола, или обладателя загадочной русской души, но вызывает интерес и симпатии. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.